Савик наш третий блог смотрела стабильно 30 тысяч зрителей в ютубе, ниже 30 тысяч не падала цифра. Это очень много для позднего времени, для пятницы, когда уже достаточно тепло на улице, это много. То есть, видимо, зрителям нравилось. А вам нравилось? Ну, мне нравилось. Ты же прекрасно знаешь, у меня была цель. Я реально хочу, то есть, я хотел, чтобы в этой программе прозвучали слова трезвости, здравого смысла, что ребята на улице проблемы не решаются, они на улице возникают, к сожалению, к сожалению. И мы это знаем в истории Украины, вот сколько я здесь, я вот это с 2005 года, я вижу, что то, что решается на улице, не решается уже сейчас, уже сейчас мирным путем. Поэтому, с этой точки зрения, и если нас смотрело так много людей, то, может быть, мы на умы повлияли каким-то образом, да, что правильно выходить на акции, но нельзя поддаваться провокациям. Но, с другой стороны, избежать провокации практически невозможно, когда собирается огромная толпа. И тут, конечно, Данилов совершенно прав, что психология толпы – это совсем другая психология, вообще другое психологическое поведение. Вот почему я измеряю эмоции масс, потому что это психология толпы. Она очень сильно отличается от индивидуальной психологии и от индивидуальных эмоций. Ну, Роман, который в том числе организовывает завтрашнюю акцию, он так достаточно настроен был изначально агрессивно. К концу программы, как вы думаете, у него чуть-чуть была перемена настроения? Ну, вот в моем, вот таком, это мое ощущение, но оно может быть ложным, но это мое ощущение, что вдруг он ощутил ответственность, что если ты выводишь людей на улицу, то ты несешь в том числе за них ответственность. И это страшная ответственность, вот это реально страшная ответственность – водить людей на улицы. Поэтому я надеюсь, что вдруг этот груз ответственности лег на него, что он его почувствовал. Продолжение следует...